Добрый день! С вами Наталья Бусинка. Сегодня мы будем создавать такую брошь веточка крыжовника из эпоксидной смолы и холодного фарфора. Для работы нам понадобится. Эпоксидная смола, подойдет любая фирма. Запекаемая полимерная глина, коричневая и зеленая. Белая акриловая краска. Витражная краска, зеленая, желтая и разбавитель медиум. Для лепки нам понадобится белый холодный фарфор. Вайнер для листа крыжовника, можно заменить на хризантему. Краски масляные, коричневая, зеленая, желтая и белая. Тейп-лента коричневого цвета. Латексный клей, который можно заменить на качественный строительный ПВА Д2 или Д3. Клей Е6000. Ножнички маникюрные. Стек универсальный. Пара кисточек, ручное сверло и суперклей. Также нам понадобится флок белый. Проволочка белая номер 26, зеленая 24 и 22. И фурнитура для броши. Приступим к работе. Мы должны смешать два компонента эпоксидной смолы. Спасибо Елене Гребенниковой за идею создания реалистичных ягодок из эпоксидной смолы. Тщательно перемешиваем. С эпоксидной смолой важно работать в теплом помещении, чтобы процесс полимеризации не замедлялся. Пока эпоксидная смола затвердевает, мы лепим зернышки из запекаемой полимерной глины. Нам нужно 4 штучки на каждую ягодку. И отправляем в духовку на 10 минут. Зернышки запеклись. И теперь мы ждем, пока эпоксидная смола станет густой. Прошло примерно 4 часа. И эпоксидная смола достигла необходимой нам консистенции. Она должна быть густой, но еще текучей. Набираем на зубочистку. И укладываем на силиконовый вайнер. Эпоксидную смолу оставляем и ждем, пока она станет потверже. И вот, когда прошло еще 4 часа, мы можем приступать к созданию ягодок. Эпоксидная смола уже не липнет к пальцам. Податливо ее можно растягивать. Берем семечку и заворачиваем в смолу. И так 4 штучки. Вот зернышки у нас уже внутри. Поправляем форму. И добавляем еще эпоксидную смолу. Формируем ягодку. Убираем все неровности. Ягодки уже немного полежали, и эпоксидная смола пытается стекать, образуя такую площадку. Мы должны поправлять форму и поддерживать ее, пока ягодка не затвердеет. И вот, когда эпоксидная смола окончательно полимеризовалась, мы можем ручным сверлом сделать отверстие для проволочки. Достаточно будет просверлить на глубину 1,5-2 мм. Проволочку будем закреплять с помощью суперклея. Ягодки закреплены. И сейчас мы будем рисовать белой акриловой краской жилки. Субтитры создавал DimaTorzok Жилки готовы. Осталось покрыть витражной краской. Нам нужно смешать зеленую, совсем немножко белой, желтую и медиум. Флок лучше брать с крупными ворсинками. Кисточкой наносим смесь витражных красок. И пока витражная краска еще не схватилась, мы посыпаем крыжовник флоком. Оттенок ягодок можем варьировать, добавляя в смесь больше желтой краски. Оставляем крыжовник подсохнуть на 1 сутки. Кисть моем с помощью спирта. И когда витражная краска застыла, мы можем слепить хвостики на ягодках. Для этого в холодный фарфор вмешиваем коричневую и оливковую масляную краску. Кусочек фарфора укладываем между пленочек. Прокатываем чем-либо цилиндрическим. Прикладываем кусочек салфетки. И опять прокатываем. Отрезаем лишнее. Отрезаем кусочек. Остальное прячем в пленку, чтобы фарфор не подсыхал. Берем стек и наш кусочек фарфора сжимаем и скручиваем. Закреплять на ягодки будем с помощью клея Е6000. Слегка подрезаем и придаем нужную форму. Хвостик готов. Приступаем к лепке. Небольшой кусочек белого фарфора окрашиваем светло-зеленый цвет. Будем лепить черешки. У крыжовника они состоят из двух деталей. Небольшой кусочек фарфора закрепляем на проволочке и вытягиваем. Убираем излишки. Первую часть черешка мы оставляем подсохнуть на полчаса. Приступаем к лепке второй части. Небольшому кусочку фарфора придаем форму капельки. И разрезаем с острого конца. Музыка. 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 Закрепляем на проволочке. Ножничками убираем излишки. Музыка. Вот такие черешки. Теперь лепим для всех ягодок крыжовника. И приступаем к лепке листиков. У меня самодельный вайнер крыжовника, но в продаже есть вайнер хризантемы, который прекрасно подойдет. Раскатываем кусочек фарфора на ладони с помощью стека. Делаем оттиск в вайнере. Получаем такой листик. Вырезаем ножничками краешек листочка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Перекладываем листочек на указательный палец и прокатываем с теком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Закрепляем листик на проволочке. Листик укладываем на неровную поверхность. Лепим оставшиеся листочки и оставляем их подсохнуть на 1 час. Когда листики высохли, можем слепить черешки. Субтитры создавал DimaTorzok Черешок слегка подсох, тонируем листочки. Обратную сторону листочка подкрашиваем зеленой и белой краской. Лицевую сторону листика тонируем зеленой масляной краской. Немного добавляем желтый. На другую кисть набираем темно-коричневую краску и тонируем краешки. Вот такой листик рыжовника мы получаем. Все детали для сборки у нас готовы. Также нам понадобится суперклей, проволочка номер 22 и коричневая тейп-лента. Нам нужно 4 тоненькие полосочки. Тейп лентой оборачиваем проволочку и начинаем сборку украшения. Тейп лентой оборачиваем зеленой. Тейп лентой оборачиваем зеленой. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поправляем все детали. И откусываем лишнюю проволочку. Для того, чтобы задекорировать место выхода зеленых черешков из коричневых веточек, лепим маленькие коричневые листики чешуйки. Добавляем все детали. Фиксируем на веточки. Вот мы их слепили. Следующий этап обернуть проволочку холодным фарфором и создать текстуру коры. Начинаем с маленьких веточек. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Жесткой кистью можно придать матовую текстуру поверхности. И вот, когда маленькие готовы, мы можем приступить к большой веточке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Подготавливаем площадку для фурнитуры. Субтитры создавал DimaTorzok Веточку слепили и теперь оставляем фарфор подсохнуть на 1 час. И когда он подсох, мы можем приклеить фурнитуру с помощью клея Е6000. Фиксируем фурнитуру на изделии. Убираем излишки клея. Все проверяем. И оставляем нашу брошь на полчаса, чтобы клей схватился. И теперь мы можем прокрасить веточку. Набираем на кисть белую и коричневую масляную краску. И слегка проходим по веточкам. Субтитры создавал DimaTorzok Масляная краска высохнет через несколько дней, а наша работа завершена. Спасибо за просмотр урока по лепке веточки крыжовника в смешанной технике. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь мастер-классами в социальных сетях. Если у вас есть вопросы и пожелания, пишите под видео на канале, и я обязательно отвечу. С вами была Наталья Бусенко. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok